Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте высказать слова благодарности в сторону организаторов этого столь представительного форума за возможность выступить. Я бы хотел поговорить немножко о другом аспекте нашей работы, поскольку я являюсь спинальным нейрохирургом, о той операции, о декомпрессии спинного мозга, которая является, как считается, стандартом оказания паллиативной и хирургической помощи пациентам с метастазами в позвоночнике и немножко разобрать другой аспект функциональных результатов и наших возможностей, как мы можем улучшить немножко сами результаты. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку приблизительно у каждого десятого онкологического пациента потенциально разовьются метастазы в позвоночнике, и у каждого десятого из них может развиться клиника с давлением спинного мозга, что вызовет резкое ухудшение качества жизни пациента. Как показывает жизнь, хирургическое лечение данной категории пациентов часто происходит поздно, то есть они приезжают с глубоким неврологическим дефицитом и функциональные результаты, соответственно, в значительной степени хуже в данном случае. Хотелось бы отметить, что увеличение продолжительности жизни населения, а также улучшение результатов лечения онкологических пациентов приводит к увеличению когорты пациентов с вертебральными метастазами, которые потенциально будут нуждаться в хирургическом компоненте лечения. Если мы посмотрим литературные данные, то вызывает удивление тот широкий диапазон функциональных результатов, когда мы говорим об улучшении в неврологическом статусе. Причем эти результаты варьируют на порядок. Предикторами послеоперационного амбулаторного статуса являются способность пациента самостоятельно передвигаться до операции, то, что называется предоперационный амбулаторный статус, оперативное вмешательство, которое выполнено в первые 48 часов до развития неврологического дефицита, наличие метастаза в поясничном отделе позвоночника, предоперационный амбулаторный статус и медленное развитие моторного дефицита. Если будем говорить о негативных предикторах, то ими являются наличие висцеральных метастазов, метастазы рака почки и нижняя проплегия до операции с низким функциональным статусом по шкале Корновского. В большом исследовании, которое было опубликовано в журнале «Нейрохирургический фокус», изучалось огромное количество исследований, и было показано, что наиболее значимым предиктором послеоперационного амбулаторного статуса является предоперационный неврологический дефицит. То есть то, что мы имеем до хирургического лечения, как правило, коррелирует с тем, что мы будем иметь в послеоперационном периоде. Говоря о локализации метастаза в позвонке, хотелось бы отметить, что типичной локализацией является задняя половина тела позвонка. Причинами для этого считается большее содержание губчатого вещества и красного костного мозга, наличие на стомозе со сплетением Бетцина, и большая площадь. Как правило, дужка позвонка поражается намного реже. И возникает закономерный вопрос. Мы говорим о стандартной операции декомпрессии спинного мозга, задней декомпрессии, или, как её любят называть, нейрохирурги общей лечебной сети декомпрессивная ляминектомия. Если посмотрим на эту картиночку, то можно сразу увидеть. Вот локализация тракту скортика спиналис. Это та структура, которая отвечает за нашу возможность самостоятельно передвигаться. И вот артерия спиналис антериор. И вот типичная локализация метастаза в позвонке. К чему приводит декомпрессивная ляминектомия? Вот её объём. Она приводит к тому, что мы убираем незначительное давление спинного мозга. Мы позволяем создать определённый функциональный резерв. Но насколько этот резерв помогает нам улучшить качество жизни пациента? Почему? Потому что сохраняется передний стеноз позвоночного канала, не устраняется ишемический компонент неврологического дефицита, поскольку сохраняется компрессия артериоспиналис антериор, и не устраняется боковой стеноз от топографии. Более того, у пациентов с множественными метастазами мы можем привести к развитию этерогенной нестабильности позвоночного столба. Возможно, следующий вариант декомпрессии спинного мозга у пациентов с метастазами позвоночника. Это классическая задняя, боковая, заднебоковая, передняя, переднебоковая, а также циркулярная декомпрессия спинного мозга, когда мы по всей окружности освобождаем спинной мозг от опухолевой ткани. Этапами циркулярной декомпрессии спинного мозга и заднего хирургического доступа появляется задняя декомпрессия, собственно, ляминоктомия, боковая декомпрессия, это резекция либо экстерпация ножек дужки, а также, собственно, передняя декомпрессия, которая включает транспедикулярную резекцию тела позвонка, удаление эпидурального компонента опухоли с передней полукружности спинного мозга и ревизия переднего эпидурального пространства. Обязательным компонентом данной операции является реконструкция позвоночного столба. Несколько клинических примеров. Пациентка, 22 года, метастаз нейрогенной саркомы в теле 10-го грудного позвонка. В данном случае у пациентки была выполнена транспедикулярная субтотальная корпектомия и одномоментная вертебропластика без фиксации. Это позволило вертикализировать пациентку на следующие сутки после операции. И хотелось бы отметить, что неврологического дефицита не было как до операции, так и в послеоперационном периоде. МРТ-контроль был выполнен через 7 месяцев после операции. При паллиативном характере оперативного вмешательства локального рецидива нет. Функция спинного мозга не нарушена. Но, к сожалению, через 9 месяцев после операции у данной пациентки развилось прогрессирование опухолевого процесса в виде локального рецидива в мягких тканях шеи и дальнейшую прогрессирование с метастазами в лёгких, от чего она погибла. В данном случае у пациента, страдающего раком пристательной железы с множественными метастазами в позвоночнике, также было принято решение о выполнении циркулярной декомпрессии спинного мозга. Была выполнена транспитикулярная резерция тела позвонка и одномоментная вертобропластика без фиксации. Неврологический дефицит до операции, после операции отсутствовал, с хорошим функциональным резервом. У пациента, страдающего раком почки, с метастазами в забрюшинных лимфозлах, лимфозлах средостения в 12-м грудном позвонке, имел место патологический перелом тела позвонка со стенозом позвоночного канала. Также было выполнено хирургическое лечение немножко в другом объеме. Циркулярная декомпрессия, вертобропластика и задняя фиксация. Проблемы, которые возникают при лечении данной категории пациентов, это кровотечение из опухоли. Полное устранение стеноза позвоночного канала не гарантирует восстановление функций спинного мозга. И обязательно в порядке операции должна выполняться до развития параплегии. Ревизия и визуализация переднего педурального пространства. Инвазия опухоли в спиной мозг и корешки. Внедрение костного отломка в твердую мозговую облочку приводит к повышению риска развития дуротомии, ликвареи, а также тракционного повреждения спинного мозга. Определённую сложность представляет формирование транспедикулярных каналов и резекция тела позвонка при осье склерозе самого позвонка, а также ятрогенная травма спинного мозга. Возможными путями решения данной проблемы являются эмболизация питающих опухоли сосудов при планировании операции, эндоскопическая или видеоассистированная поддержка для оценки полноты декомпрессии и ревизии переднего педурального пространства, рутинный интероперационный нейрофизиологический мониторинг, а также рутинный интероперационный КТ-МРТ-контроль степени полноты выполнения декомпрессии спинного мозга, выполнение операции до развития глубокого неврологического дефицита. В заключении хотелось бы отметить, что циркулярная декомпрессия спинного мозга из заднего хирургического доступа у пациентов с метастазами в грудном отделе позвоночника позволяет увеличить степень полноты устранения стеноза позвоночного канала. Совершенствование методики циркулярной декомпрессии спинного мозга позволяет улучшить функциональные результаты лечения пациентов с метастазами в позвоночнике. Но самое важное, что хотелось бы отметить, оперативное лечение пациентов с метастазами в позвоночнике должно проводиться как можно раньше, в идеале до развития параплегии. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Вамиджа Анатольевич, сейчас принесут микрофон. Спасибо за доклад. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Вы, в принципе, не пользуетесь шкалами прогноза онкологического. У вас методы прогнозирования ситуации, они ближе к нейрохирургам, неврологам. Это время компрессии, перспективы пациента неврологические. А вы вообще не пользуетесь балльными шкалами? Ну, там, Токухаши, Митейт, Вебера и так далее. Глубоко уважаемый Анатольевич, спасибо за вопрос. Мы этими шкалами пользуемся, но, как показала жизнь, они обладают низкой валидностью. И в данной ситуации у нас всегда возникает дилемма. Мы говорим о продолжительности жизни, но при этом продолжаем отмечать то, что главный критерий для выбора метода лечения – это качество жизни пациента. Поэтому в том классическом понимании шкалами мы не пользуемся, поскольку по нашим данным точность прогноза, она очень низкая. В плане рекомендаций я бы вам рекомендовал все-таки для начала… Работает. Работает. Дело в том, что вы показали, сейчас уже клинический случай, вы назвали циркулярная декомпрессия. Это не блок резекции, это циркулярная декомпрессия. И в том случае, когда у пациентки было прогрессирование через 7 месяцев, вы, в принципе, правильно прогнозировали и выполнили операцию в том объеме, в котором ей надо было, все нейрохирурги сегодня перешли и в Урденко, и в Москве во всех клиниках. Притом, это уже такая точная догма. Делить больных на три категории онкологического прогноза. То, о чем вы знаете. И, в принципе, вы то же самое делаете, но без шкал. Вот сейчас вы попали точно и правильно сделали, что сделали вертебропластику, заднюю декомпрессию и прекрасно. Но онкологический прогноз этих пациентов определяет ту тактику, которую вы предложите. И для больных, вот то, что вы сейчас показали, с плохим онкологическим прогнозом, единственное оперативное мешательство, я не могу не подбросить ложку дегтя, является симптоматическое палеотивное лечение. И если у пациента нет спинальных нарушений, их надо дождаться, потому что она будет жить те 7 месяцев, именно те 7 месяцев, в которых развивается ее онкологический процесс, на которой нейрофибросаркома, по-моему, вы сказали, она нечувствительна к химии, лучевой. То есть вы просто опередили, может быть, события, подумайте. Поэтому я бы убедительно рекомендовал всех специалистов, которые будут браться за опухоли позвоночника, еще раз посмотреть таблицы. Притом, вот сейчас вышли 5 диссертаций в онкоцентре, вы знаете, наверное, о них. И каждая посвящена конкретной морфологической форме. И вот последняя вышла, пациенты с плохим прогнозом. Доктор, сейчас я не вспомню его фамилии. Очень хорошая работа, но и доктор хороший. Вот память плохая, я сейчас вспомню. Андрей. Вот. И доказано, что больным с плохим онкологическим прогнозом, которых жизнь до 6 месяцев, а в данном случае 7, это так, небольшая разница. Этим больным надо выполнять только симптоматическое палеотивное лечение. Превентивно стабилизировать позвоночник. Просто, может быть, и не надо будет, как, мне кажется, у этой больной. Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Позвольте, я немножко с вами не соглашусь. Во-первых, математическая модель является математической моделью. Во-вторых, было много исследований проведено, которые показали низкую валидность данных шкал. Если мы говорим о том, что у предели, у данной пациентки прогрессирование развилось через 10 месяцев с момента появления вертебрального метастаза. У нее можно было применить как минимум 5 опций для лечения. Это задняя фиксация, это передний доступ к корпоктомии, это радиохирургия. Мы пошли по такому пути. Предотвратить развитие неврологического дефицита, который при отсутствии лечения мог бы развиться в ближайшее время. Да, я соглашусь с вами, мы попали в точку. Но в данном случае, если говорить об ожидаемой продолжительности жизни, мне кажется, это не совсем корректный критерий, который необходимо использовать. Да, пусть человек проживет 5-6 месяцев, но он проживет с сохраненной функцией спинного мозга. Это первое. И второе. Мы почему-то всегда говорим о ожидаемой продолжительности жизни. Почему 6 месяцев? А почему не 4 или не 9? Это первое. Второе. Говорить о последнем съезде Ассоциации хирургов-вертебрологов, там четко был поставлен вопрос такой. При критерии выбора метода лечения надо четко осознавать риск-пользу и ожидаемую пользу от оперативного вмешательства. Поэтому соглашусь с вами, шкалы нужны, но шкалы нужны быть такие, которые дают нам точный прогноз. И более того, с моей точки зрения, шкалы должны быть бинарные. Это неблагоприятный прогноз и благоприятный прогноз. И в данном случае, 22 года, девушка на своих ногах ждать до развития клиники компрессии спинного мозга, с нашей точки зрения, было некорректно. Я соглашусь, но с позиции того, что можно было и избежать этой операции, согласитесь, что могли бы и не возникнуть эти, могла бы и не возникнуть компрессия, если бы она делала внешнюю фиксацию, корсет, да, и пожелала быть свои 7 месяцев. Я с вами не соглашусь. При таком стенозе и при таком локализации, как правило, клиника развивается достаточно быстро. Тем более опухоль нечувствительная. Вы же показали, что у нее местно нет прогрессирования. Прогрессирование было после нашей операции. Конечно, вы же не радикально ее сделали. Да, но у нее не было продолженного роста. Хорошо, мне не ученых разошлись. Спасибо. Спасибо.